здравствуйте дорогие друзья здравствуйте дорогие товарищи здравствуйте все те кто любит современную музыку современная музыка это понятие очень условное потому что и музыка середины прошлого века она тоже современная ну так считается да рок-музыку мы там любим все там 77 75 год можно сказать что это современная музыка потому что ну масса народу ее слушает масса народу любит под нее танцуют мыслят хоть испытывают какие-то подъемы духа падение туда же и прочее прочее я кстати говоря благодарю вас за то что вы пишете комментарии за то что ставите лайки так принято в этом интернет пространстве выдуманном несуществующим ну и за материальную поддержку канала что тоже немаловажно ну а сегодня ни в коем случае не посчитайте вот этот самый мой монолог пропаганда алкоголя я не пропагандирую совсем эту штуку но жизнь диктует свои законы и факты есть факты против фактов не попрешь дело в том что музыканты играющие музыку под условным названием рок ну не все конечно но многие они тоже живые люди они не профессора консерватории не выпускники консерватории тоже хотя там если говорить о музыкантах дримф это самое все беркли на ноты до партитуры это сюда конечно но если мы рассуждаем вспоминаем рок музыкантов семидесятых шестидесятых годов там не все так однозначно говорят в некоторых кругах определенных не все так однозначно да вот музыканты живые люди подвластны различным пороком или не пороком а просто любит повеселиться так вот к чему я это говорю к тому что мой личный опыт и опыт масса моих друзей говорит о том что самые лучшие концерты происходят когда артист выходит на сцену с похмелья это факт это проверено не только мной а ну очень большим количеством музыкантов похмелье это такое состояние духа когда ты и не игнорируешь все все те вещи которые тебя раздражают в обычное в обычном состоянии или не раздражают а мешают или как как-то дает повод поволноваться там наличие публики что-то или там в публике что-то не то происходит кто-то кричит смеется разговаривает там во время проникновенной песни которую ты поешь тихой да и глубокая там кто-то что-то выпил начинает между собой беседовать да или телефон звонит где-то это все очень нервирует раздражает да и не дается средоточиться на творчестве а когда ты с похмелья тебе вообще это все не интересно ты существуешь сам в себе и занимаешься только собой и занимаешься только своим собственным творчеством и тебе ничто и никто не мешает это тысячу раз как я повторяюсь в третий раз проверено я не призываю никого нажираться для того чтобы достичь состояния глубокого похмелья после этого уже выступать или работать в студии но тем не менее для настоящего взрослого мужчины похмелье после одного дня выпивания это не похмелье после двух тоже трех-четырех недели это все так вот когда настоящий запой там месяц-два а в случае джона леннона почти год то получается шедевр в результате когда человек бросает пить неожиданно да колд траки есть такая песня они потом и тогда дух просто поднимается на такие вершины завоевывает такие рубежи что просто мама дорогая ну и джон леннон волсон бриджерс 1974 год такая ладочка красивая вот еще одна вкладочка такая красивая не менее джон леннон как все мы знаем расстался на время со своей любимой женой йока иона и это расставание длилось больше года джон леннон сильно пил уехал в лос-анджелес и там отрывался по-настоящему там где-то его даже побили в каком-то баре в общем веселился от души и когда пришло время заканчивать он это дело закончил решил записать очередной новый альбом начало записывать в лос-анджелесе это было весело здорово хорошо но слишком весело поэтому он все-таки перебрался в нью-йорк прихватив с собой музыкантов из лос-анджелеса несколько человек и в нью-йорке в студии record plant записал изумительный альбом волсон бриджерс который многие считают не очень изумительным а точнее совсем не изумительным как я прочитал в комментариях люди пишут он переаранжирован зааранжирован он такой совсем какой-то 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 какой объяснить никто толком не смог а песни замечательная почему я начал говорить о похмелье потому что джон здесь так спел изумительно и я чувствую что да это вот как раз остановка это после улетов какие-то космические пространства вместе с алкоголем человек останавливается и вдруг у него открывается что-то внутри и он так спел спел песню scared заслушаться можно и слушать бесконечно ну так с таким подъемом с таким я извиняюсь с такой опорой так так выдал что боже мой и я говорил о пластинке mind games недавно говорил то что джун лен там прекрасно спел все здесь он спел еще лучше еще мощнее еще чище здесь он выступил опять выступил продюсером и аранжировщиком и показал мастер-класс надо сказать в плане и аранжировки и продюсирование и всего 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 и звука и так с голосом поработал со своим собственным так его обработал где нужно ревер где не нужно ревер где нужно там компрессию все прямо прямо ну настолько замечательно кроме того он спел здесь помимо того что вот scared ну вообще везде везде он блестяще выступил но голосовые гармонии которые он здесь наваял сам напил все эти и там кросс бестелс нэшн янг где-то находится примерно рядом по качеству голосовых гармоний которые здесь спел один джун леннон ну там были еще бэк-вокалисты но бэк-вокалисты это другое немножко именно гармонические штуки спел леннон очень классно ну и песни все конечно ну состав музыкантов понятно там да элтон джон присутствовал в одной песни whatever gets you through the night благодаря чему джон потом сыграл концерт вместе с элтоном джоном ну не целый концерт но выступил в мэдисон square garden с ним неожиданно и вот это самое претензии к зааранжированности я их отметаю потому что настоящий артист он меняется все время и альбомы которые выпускают они все-таки отличаются один от другого и прелесть в том что все альбомы лена на не разные я не беру его авангардные все эти экзерсисы а если говорить там пластик он бэнд абсолютно личная пластинка прекрасная разрывающая сознание настолько хорошая что что даже ну я целый ролик там записал про нее все все сказано все мои восторги я там выложил и дальше дальше и мэджин это небесная небесная музыка вместе с тем яростная рок-н-ролль на и жесткая все там есть и дальше все по-другому и и этот альбом от ли отличается и от mind games и от всех предыдущих альбомов именно звуком подачи настроением структуры песен то есть совершенно другая музыка при этом тот же самый джон леннон та же самая его замечательная ну замечательно хороший прекрасный замечательно изумительный да да я люблю мне нравится его музыка going down on love первая песня неожиданно с этими конгами изумительно сделано и вот здесь уже начинается и вокальной гармонии и вся прелесть аранжировочного мастерства джона леннона очень здорово what do i guess you get you through the night с элтоном джоном и с массой других музыкантов бобби кис тут играет в числе саксофонистов любимец кита ричардса который очень много наиграл из rolling stones и с ричардсом сольных его делах очень круто олдер троуд роуд с гарри нильсоном вместе написано пели песня гарри нильсона кстати я представлю в каком-нибудь ролике очередном очень интересная песня неожиданно из двух частей состоящая как бы из спокойный и беспокойный скажем так многие считают ее вообще лучшие песни на этом альбоме я так не считаю потому что мне здесь все абсолютно нравится даже песня вот и гад которую многие как-то проскакивает на это такой ракешник в одном аккорде практически ну там разрешение конечно идет то это это там ну лень сейчас считать 45 очень интересно она так вот такое музыкальное давление создается от нее вот этот гитарный крючочек на котором вся она висит точнее лежит точнее бежит очень здорово bless you ну просто образец высочайшей лирики высочайшей нежности любви и прощения и приближения просто к отцу небесному просто так это здорово скерт я уже сказал что это просто ну это такое пение такая ярость такая боль такой страх ну скерт понятно страшно да страшно и и настолько точно и тонко это сделано что ох прекрасно 9 9 сон 9 мечта до 9 9 облака там как угодно ну это не облака конечно но в принципе если можно как метафорически это представить ну красота что тут скажешь красота surprise surprise веселенькая веселенькая яркая рок-н-ролльная штучка очень классно стилен глаз заоркестрованная немножко да но это заоркестрованность она придает она наполняет таким извините за выражение мясом эту песню х в хорошем смысле так такой мощью такими мышцами она наливается и тут вот этот риф который немножко из пластинки imagine такое ощущение что эта песня немножко оттуда пришла просто по-другому ее аранжировать и она спокойно могла бы быть на альбоме imagine благодаря вот этому замедленному рок-н-ролльному рифу в общем который играет оркестр кстати говоря очень круто биф джерки очень мне нравится произведение у меня такое ощущение и наверное она справедливо что это привет полу маккартни с которым ленн уже наладил отношение к этому времени даже даже до выхода этого альбома уже все у них было хорошо мы это такое ироничное подмигивание викторианцу полу маккартни биф джерки вяленая говядина да там гитарный риф который из музыки полу маккартни к нам пришел из сольных альбомов почти один в один сыгранный но немножко немножко расширенный на нем эта песня вся лежит то есть она не на нем лежит а он как как высшая точка этой песни в смысле композиции инструментальной играется играется музыка потом она поднимается и вот эта штучка из арсенала маккартни очень смешно и в конце конечно хор поет биф джеки биф джеки никаких вегетарианских штучек а мясо мясо вяленое жареное мясо вот что нам нужно очень смешно по моему очень смешно очень талантливое очень иронично и тонко nobody loves you опять таки из двух частей песня опять таки начинается тихонечко тихонечко и жалостливой в конце разрыв такой или он поет о том что мы все знаем давным давно да что тебя полюбят только тогда когда ты будешь лежать в земле а пока ты носишься со своими проблемами если они у тебя возникают то никому ты не нужен твоя проблема никому не нужна когда ты умрешь то тебя все будут любить в общем очень хорошая пластинка на самом деле я и очень люблю и не понимаю тех кто ее ругает это просто очень хорошая музыка одна из лучших музык наверное если говорить о рок-музыке вообще ну я пошел пить чтобы достичь состояния в котором можно по-настоящему твои риджи